В эфире новости на 9 канале в студии Мария Шелепова. Здравствуйте! В Старом Осколе так и не откроется заправка «Шел» британско-голландская. Нефтегазовая компания заявила, что отказывается покупать российскую нефть и участвовать в проектах нашей страны. В итоге более 400 АЗС, 12 из которых находятся в Белгородской области, либо перестанут существовать, либо сменят собственника. Но уход с российского рынка потребуется несколько недель. Кроме того, временно закрывается и дискаунтер «Адидас» в Старом Осколе. Компания еще до конца недели пообещала остановить продажи как онлайн, так и в розницу на неопределенный срок. Увольнять сотрудников пока не планируют, им сохранят заработную плату. Также приостанавливают работу в Осколе, КФС и Макдональдс. О полном и пока временном закрытии в России руководство сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» заявило 8 марта. В 62 тысячи сотрудниках 850 торговых точек продолжат получать зарплату. Дата X назначена на 14 марта. На Украине «Макдональдс» закрыт с 24 февраля. Всего с начала спецопераций на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний. Среди них IKEA, AB, бренды Zara, Mango, H&M, Nike и многие другие. Кинокомпании Disney, Paramount, Sony сняли с проката свои фильмы. Booking.com ограничил работу для российских пользователей. Покидают страну также Coca-Cola, Danone, Nestle, Procter & Gamble и многие другие. Западные бренды владеют такими отечественными марками, как «Сок добрый», «Моя семья», «Банаква», «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам» и так далее. Впрочем, некоторые компании заявили, что свернут производство не полностью, оставив базовые продукты. Но все инвестиции и рекламная деятельность прекращаются. В школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, решено продлить действующий с 28 февраля дистанционный формат обучения. В связи с открытием гуманитарных коридоров на такой же режим переводят школы и детские сады, которые попадают в пограничную территорию. Таким образом, онлайн занятия будут проходить в 55 сельских школах. В Грайворонском округе переведены на дистант все 17 образовательных учреждений. В Алуйках 7 школ, в Белгородском районе 6, в Шебекино 5, 4 в Краснояружском районе, 2 в Волоконовском районе и 1 в Старом Москоле 36. Еще 6 школ региона с 9 марта работают в очном или дистанционном формате по выбору родителей. В детских садах этих муниципальных образований работают дежурные группы. В коронавирусной статистике за три выходных дня в регионе скончались еще 15 пациентов с подтверденным COVID-19. Шестеро из них – староскольцы в возрасте от 60 до 86 лет. Также на Белгородчине прибавилось 1109 заболевших, 1129 человек выздоровели. Лидером по среднесуточному приросту инфицированных по-прежнему остается старый оскол. В среднем 186 положительных тестов. Сегодня в ковид-госпиталях региона 1558 пациентов, в том числе 56 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще более 20 тысяч проходят амбулаторное лечение. Полный курс вакцинации завершили 988 510 жителей Белгородчины. Около 60 граммов марихуаны выведено из незаконного наркотического оборота в Староскольском городском округе. Значительный размер каннабиса приобрел избывал 20-летний житель Песчанки. Приговор был вынесен на последнем 16-м судебном заседании. Судебное заседание объявляют продолжение. В Староскольском районном суде рассмотрели дело о незаконном обороте наркотических средств на территории округа. 20-летний ранее несудимый житель Песчанки обвиняется в совершении трех преступлений. Незакон у нас был путем продажи в долг за 4 тысячи рублей часть незаконно приобретенного наркотического следствия в Канабис Матрухана. Масса 9,6 граммов упокоенных в 5 бумажных сверстках, что согласно постановлению правительства относится к значительному размеру на аркотических средствах. Продолжил в незаконно хранить для себя оставшуюся часть незаконно приобретенного наркотического следствия в Канабис Матрухана. Масса 31,2 граммов упокоенных в 16 бумажных сверстках, которые он оставил себе для личного потребления. Установлено, что вечером 28 июня 2021 года молодой человек сбыл двум староскульцам марихуану в значительном размере. В этот же день, 28 июня, его задержали сотрудники полиции. Я лично все 16 сверстков разворачивал и фотографировал. Получается, сам газетный сверток, наверное, где-то, может, размером 5 на 3, ориентировочно в свернутом состоянии. Они были все одинаково упакованы? Не такой неразначён, что они там… Нет, были примерно одинаковый объём, одинаковый размер. Вёл себя адекватно, каких-либо противограммных действий не совершал, добровольно сообщил о том, что у него в сумке имеются наркотические средства. Общий объём сбытого и имевшегося при себе у староскульца наркотического средства – почти 60 граммов. Вину он частично признал, раскаялся, сотрудничал с правоохранителями. С учётом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, 20-летнему парню назначено менее суровое наказание, чем предусмотрено за данные преступления. Суд приговорит знак виновным в совершении преступления. Предусмотрен пункт Б-1-3, статья 228, часть 1, статья 228, назначить ему наказание по этим статьям. В виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого длежа. Деятельность данного гражданина была пресечена в результате эффективной работы служб и подразделений УВД по городу Старому Осколу, которые провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали данного гражданина, соответственно, изъяли из оборота незаконный наркотик. В отношении тех граждан, которые незаконно приобрели у осужденного наркотические средства, возбуждены уголовные дела, в настоящий момент идет предварительное расследование. Мария Шелипова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. В библиотеке имени Пушкина новая выставка «Кукол». 14-я по счету, но не похожая на предыдущие. Эти экспонаты исполняли главные роли в спектаклях. Автор Наталья Крутова с успехом выставлялась за рубежом. Но в России это ее первая персональная выставка. О работах художницы и модной индустрии страны 9 канал поговорил с молодыми модельерами. Из Петербурга в Старый Оскол приехали главные герои спектаклей. Одни, сделанные из папье-машеи, управляются ниточками, другие – из дерева и текстиля. Третьи – проволочный каркас, обтянуты тканью. Полканы, русалки, берегини, диковинные птицы. Наталья Крутова явно любит сказки. В ее работах и связь с природой, и напоминание о язычестве, истории, современность. Наверное, за эту русскость и колорит в северной столице автора этих кукол называют варварицей. Выставки представлены как авторские текстильные куклы Натальи, которые, как раз, и пропитаны фольклором. И вот это природным чутьем народности. Так и представлены куклы из спектаклей. Театральные куклы – это все, конечно, они все разные конструкции, они все из разного материала. Это удивительно. То есть это настоящее погружение в мир художника. Хотя Наталья Крутова с успехом выставлялась за границей, Староскольская экспозиция для нее – первая в нашей стране. Первая персональная выставка Наташи Крутовой в России. Понимаете масштаб, понимаете уровень доверия, который оказала Наталья. Посмотреть на голубого щенка по имени Блюз, Единорога, Золотого льва, Музу, похожую на ангела, пришли студенты техникума технологии дизайна. Очень понравилось. Она очень запоминается. Необычно. Я нигде такого еще не видела. Лично мне понравился очень стиль и пропорции этих образов. Вообще вдохновляет. Самое хочется попробовать в подобной технике и стиле, сделать что-нибудь свое. Будущие модельеры не только обсуждали увиденное, но и говорили о том, что ждет бизнес, связанный с модой. С одной стороны санкции, с другой – новые возможности. Если зарубежные бренды одежды и обуви окончательно уйдут с российского рынка, их место могут занять отечественные дизайнеры. Это отразится на людях, которые работали на зарубежных сайтах, на зарубежном рынке. Если одна дверь закрылась, всегда открывается другая. Алина Обьеткова – будущий модельер-конструктор. Для третьекурсницы одежда кукол, пожалуй, самая любопытная на выставке. По сути, это уменьшенные копии того, что носили наши предки. Интересно рассматривать именно исторические костюмы даже этих кукол, что люди носили и что им нравилось. И это очень помогает при создании какой-то коллекции. Вообще российский стиль, он очень значим не только для нас, но и за рубежом. Используют те же меха, используют какой-то орнамент, он русский. Мне кажется, русский дух должен подняться, и он поднимется. И русская мода, она в любом случае поднимется. Ворвётся ли снова русский стиль на подиумы, как это случилось в 90-е, предсказать сложно. Но вдохновение для своих образов молодые модельеры ищут уже сейчас. И некоторые находят на выставке кукол. Экспозицию можно увидеть до 9 апреля. Лариса Ульяненко, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал. Уже не первый год в селе Солдатском Староскольского городского округа развивают настольный теннис. В местном Доме культуры есть специальный зал. А недавно спортсмены получили современное оборудование и инвентарь для тренировок и соревнований. Такое обновление стало реальным благодаря фонду поколения депутата Госдомы Андрея Скотча. В свои семь Алиса даёт фору даже старшим теннисистам. Способности у неё от мамы. Тренер Людмила Мананникова два года назад семью переехала из Воронежской области в Солдатское, чтобы развивать местную секцию. Здесь сравнительно маленькая школа, в районе 80-90 человек. Ещё не все попробовали. Просто многие дети даже не знают, что такое настольный теннис. Их могут спросить, ты хочешь на теннис? Ой, да нет, теннис. Я прихожу у них проводить соревнования первой школы, у них глаза загораются. Это же дети. Их самый главный способ развития – это игра. С помещением и инвентарём сельской секции помог Староскольский центр развития физической культуры и спорта. С тех пор в местном ДК регулярные тренировки. Я вообще пришёл ещё в весной или летом не помню. У меня было 7 лет. Я пришёл и захотелось заниматься. И уже два года заниматься. Я пробовала танцы, пение. Сегодня в немчиком, когда я вообще не прошла на теннис. Пугать с ракетками, больше обманяться, ездить в всякие города, сомневаться с другими людьми, ну, искать себе новых друзей. Сейчас здесь тренируются 20 ребят. За два года они уже несколько раз побеждали на межрегиональных и областных состязаниях. Развитие детского спорта на селе поддержал фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скоча. Юным теннисистам установили 4 новых стола, передали необходимый современный инвентарь. Начинали всё с нуля. Никого не было. Сейчас мы обзавелись новыми столами. Интерес растёт больше. Такой зал у нас, наверное, единственный в области Староскольском, в сельской территории. Пожалуй, главное к этому спорту растёт интерес детей. Хорошие условия. Тренеры-энтузиасты. С таким подходом новые достижения наверняка не заставят себя долго ждать. В Старомосколе прошёл открытый чемпионат и первенство Белгородской области по Ушу-Саньда. 30 мест в сборной команде региона, которая отправится на всероссийские старты в Москву, оспаривали 150 спортсменов. Для Ярослава Аминова из клуба «Фронткик» каждый бой – двойная ответственность. Его отец – старший тренер Белгородской области по Ушу-Саньда, но никаких поблажек. Как и всем, победы достаются потом и кровью. Если я проиграю, то папа будет меня ругать. Дома занимается, на лапах сытцем. Спобеждаю, конечно, меня хвалит. Говорит, надо ещё дальше идти. В итоге Ярослав Аминов в этот раз не подвёл ни отца, ни команду. На чемпионате и первенстве Белгородской области по Ушу-Саньда отлично выступил и 10-летний старосколец Святослав Коротких. Мальчик поставил себе цель – звание чемпиона и мастера спорта. Было два боя. Все победил. Первый был лёгкий, второй был посложнее. А вот планы Ирины Игначенко из Алексеевки более амбициозные. Девушка занимается смешанными единоборствами и планирует выступать профессионально в ММА. На этих соревнованиях её соперницей стала Аскольчанка. Несмотря на разногласия судьей и тяжёлую схватку, Ирине удалось победить. Мы ездим на разные виды спорта. Там, например, грейпинг ездим. Мы везде ездим, выступаем. Страшно, но когда выходишь драться, у тебя страх как-то пропадает. И ты идёшь сам и работаешь. И слушаешь тренера. В соревнованиях приняли участие 9 команд – 150 спортсменов. Лучшие отправятся в Москву на чемпионаты первенства России. Сейчас проверяем готовность наших ребят, отбираем лучших, смотрим, какой они формы. Мы формируем команду области. Сборная области у нас примерно человек 30. Каждая возрастная и весовая категория по два человека. Подавляющее большинство членов сборной области – воспитания староскольских секций. У нас снова клуб «Фронткик». Всего у староскольских спортсменов по итогам соревнований 19 первых, 12 вторых и 9 третьих мест. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. В студии была Мария Шелепова. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. По данным гидрометцентра, в четверг 10 марта в Старомоскоре небольшой снег. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Температура воздуха с утра – минус 12, которые будут ощущаться как минус 19. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Днем потеплеет до минус 10. К вечеру 8 градусов мороза. Ночью также минус 8. Потоки воздуха придут с северо-востока и немного утихнут. Луна в фазе первой четверти. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 11 часов и 29 минут. Восход в 6.54 утра. Закат солнца в 18.23. Атмосферное давление выше нормы. 754-756 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова